В этом году я наконец-то решился и установил себе пару климатических гаджетов. Каждый раз все время задумываешься о том, что сейчас вроде как бы не очень надо, потому что зима, летом сложно найти мастеров, в какой-то момент кондиционеры стоят очень дорого, и вот это все постоянно останавливает. И даже финансовая сторона вопроса по большому счету не является какой-то супер серьезной проблемой. Гораздо сложнее выбрать, что установить, найти на это время и справиться с мыслями о том, что ради этого придется переделывать весь ремонт. На самом деле это совершенно не так. И я все-таки это сделал. Правда, я зашел немного с обратной стороны Луны и установил кондиционер не в начале лета, или чуть заранее, как это казалось бы по логике надо делать, а осенью. И почему у такого подхода есть определенные преимущества, я расскажу в этом видео. А заодно расскажу, что именно я выбрал и почему именно это. Вначале расскажу, почему именно я решил установить климатическую технику осенью. И начнем с вот этого кондиционера. Многие считают, что кондиционер надо устанавливать зимой, когда мастера скучают и не просят очень больших денег за установку. Есть и другая категория людей, которые в начале лета проведут пару дней под палящими лучами солнца, где-нибудь на солнечной стороне, когда у них находится офис или комната, в которой они работают или живут. И после этого им сразу хочется установить кондиционер. Первые вряд ли что-то выиграют, потому что зимой кондиционеры часто стоят дороже, чем летом. Полноценные аналитики я не проводил, но замечал, что некоторые модели из тех, что мне нравятся, зимой продаются или без скидок, или с существенно меньшими скидками, чем летом. То есть летом покупать кондиционер действительно частью дешевле, чем зимой. Вторые сталкиваются с тем, что установщики, которые приезжают на работу летом и начинают устанавливать кондиционер, как правило, делают это спустя рукава. Потому что либо они просто уставшие, либо они пытаются набрать по 2-3 установки на каждый день, постоянно опаздывают, спешат и делают лишь бы сделать. В общем, в этом случае тоже есть определенные проблемы. Поэтому лучше выбирать установку силами продавца или производителя. Он максимально заинтересован в том, чтобы на всех этапах все было сделано качественно. Собственно, этим путем я и пошел. Естественно, качественно не бывает быстро, и здесь иногда приходится чуть подольше подождать. Как правило, срок ожидания составляет 1-2 недели. Иногда, если это совсем жаркий период, то бывает побольше. Но даже 1-2 недели подождать можно, учитывая, что кондиционер устанавливается, в общем-то, за полдня. То есть, как вы поняли из вышесказанного, установка кондиционера осенью имеет свои определенные преимущества. Но есть тут и еще один большой плюс. Когда вы устанавливаете кондиционер осенью, вы избегаете того периода времени, когда уже похолодало, но отопление еще не включили, и в квартирах становится достаточно прохладно. Многие кондиционеры работают с функцией обогрева, и это очень полезно. В доме действительно можно создать более приятный микроклимат. Я купил себе систему BOLU iGreen Pro и приточку BOLU ASP100 с функцией обогрева воздуха. Когда в октябре было прохладно, я несколько раз включал кондиционер на обогрев. А приточка и вовсе, когда работает в режиме подачи воздуха, всегда греет его до комфортных 23-24 градусов. Что касается приточки, я очень часто слышал мнение, что она вообще не нужна, мол, проще открыть окно и проветрить помещение. С одной стороны, звучит очень логично, но с другой стороны, это совершенно не так. Во-первых, открыть окно удаленно или по расписанию невозможно. Во-вторых, окно это сквозняк. Особенно это большой проблемой является, если на полу в этом помещении играют дети, или просто в помещении есть человек, который очень чувствительен к сквознякам. Ну, а в-третьих, открыв окно, вы запускаете в помещение просто огромное количество какой-то постоянной пыли. Летом это комары-насекомые, в межсезонье это пыльца и тому подобное, что является большой проблемой, особенно для аллергиков. Пока я установил приточку только в детской, а кондиционер установил в кабинете, где я работаю. Но я уже определился с тем, что себе я тоже установлю приточку, потому что кондиционер сам по себе, он только охлаждает или нагревает воздух. Больше он ничего не делает. Свежий воздух в помещении он точно не запускает. Если вы думали, что внешний блок нужен для забора воздуха с улицы, то вы ошибаетесь. Туда просто вынесен компрессор, который работает более шумно и которому нужно хорошее охлаждение, потому что он выделяет много тепла. Именно поэтому его выносят на улицу. А сам модуль, который непосредственно выдувает воздух и в котором находятся мозги для управления, он находится в помещении. Есть разные способы установки приточек, но я выбрал самый логичный. Я установил ее на внешнюю стену, на которой находится окно. У меня она находится вот здесь. Когда мне надо, я могу скрыть ее за шторой, когда я не пользуюсь ей. Ну а когда я хочу ее включить, я могу просто откинуть штору и включить ее. Естественно, этот прибор не рекомендуется накрывать, но даже за шторой он все равно подает в помещение свежий воздух с улицы. В принципе, он так тоже работает. Но для большей эффективности лучше, конечно, все-таки штору убрать. У этой BOLU One Air ASP100 есть функция установки датчика CO2. То есть вы можете установить туда этот датчик и перевести ее в автоматический режим, и она сама будет контролировать количество углекислого газа в воздухе внутри помещения. Если концентрация становится очень высокой, она подает больше кислорода с улицы. А именно углекислый газ является причиной плохого самочувствия, сонливости, повышенной утомляемости. И вот этого всего, что приводит к фразе, что-то я как-то сегодня устал, это именно нехватка кислорода и избыток углекислого газа. Особенно эта проблема актуальна, если вы находитесь рядом с дорогой или в помещении проводите много времени, когда закрыты окна. Вот с этой штукой, с датчиком углекислого газа, вам даже не придется открывать окно, чтобы проветривать. Воздух в помещении всегда будет насыщен кислородом. Если обобщить сказанное, можно отметить, что установка приточки повышает комфорт и безопасность вашего жилья, убирает необходимость постоянно думать о проветривании, избавляет от сквозняков при проветривании, не пускает в помещение уличные шумы, если сравнивать с открыванием окон. С ней можно даже спокойно спать в шумном районе. А также она защищает от пыли, грязи, насекомых и аллергенов, которые попадают с улицы. Приточка может не только повысить уровень комфорта нахождения в помещении, потому что там будет чистый воздух, но и при этом повысить уровень безопасности. Если у вас есть маленькие дети, просто установите на окно ручку с блокировкой, заприте ее, и тем самым вы исключите риск того, что ребенок полезет к окну, откроет его и выпадет оттуда. К сожалению, такие случаи встречаются, и их становится все больше. Примечательно то, что несмотря на компактный корпус и элегантный дизайн, в турборежиме BOLU ASP100 может обслужить помещение до 40 квадратных метров, при высоте потолков до 3 метров. Более старшие модели, вроде BOLU One Air ASP200S, могут обеспечить чистым воздухом помещение с площадью до 75 квадратных метров. Ее производительность составляет 200 кубометров. Будь то спальня, детская, гостиная, рабочий кабинет, кухня или любое другое место, эта приточка может обеспечить чистым воздухом пространство, в котором будет находиться одновременно до 4 человек. А благодаря ее стильному внешнему виду, ее можно повесить даже где-нибудь на открытом пространстве. То есть она совершенно не испортит интерьер, потому что впишется в любой из них. И да, повесить ее можно либо вот так вертикально, как у меня, либо горизонтально, чтобы она дула в сторону. Но с этим надо определиться заранее, потом ее перевернуть уже будет нельзя, надо устанавливать ее сразу так, как вы хотите. Я думал, что процесс установки сложный и долгий, но это не так. Установить ее самому не получится, но мастер сделает это даже в помещении с чистовым ремонтом. При этом не будет никакой пыли от установки, я даже мебель пленками не накрывал. На стене фиксируется специальный бур, который выпиливает отверстие. Оно именно выпиливается, а не выбивается. Поэтому большого шума нет, а стена не страдает от вибраций, как при работе перфоратора. Весь процесс занимает не более часа, с момента начала работы и до установки готового прибора. Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает широкие возможности управления этим прибором. Вы можете сидеть на диване и просто через приложение задавать нужные вам режимы работы, скорость вентилятора, температуру, задавать расписание и тому подобное. И делать это можно, находясь в любой точке мира, просто через интернет. А еще есть поддержка голосовых ассистентов. Если у вас есть дома что-то вроде вот такой колонки Яндекса или колонка с Марусей, вы можете управлять этой приточкой голосом, в том числе и менять режимы ее работы. Получить удаленный доступ к управлению приточкой очень просто. Для этого скачиваем приложение HomeMin, которое у меня уже скачено. Здесь у меня добавлены все устройства, которые у меня есть, включая умные термостаты. Выбираем приточку и получаем ее интерфейс. Здесь у нас указан уровень CO2 и температура притока. Мы можем ее регулировать, поменяв температуру. Для этого у нас установлен модуль подогрева. Также мы можем регулировать ее интенсивность в левой стороне или выбрать один из готовых режимов. Это вентиляция, ночной, авто или турбо, когда нужно максимально быстро проветрить помещение. Кроме этого, мы можем задать расписание, выбрав нужное время, дни недели и что сделать в это время, включая настройку подогрева. Здесь настраиваются звуки, которые мы хотим послушать. Звук дождя, моря, леса, птиц или костра. Или мы можем просто выключить приточку, нажав на вот эту клавишу. Здесь отображается вся информация по частицам воздуха, которые есть для вашего региона. Она подкачивается из интернета. Здесь же можно посмотреть настройки, поменять название устройства, помещение, название группы, проверить версию прошивки. В моем случае сутановлено самое новое. Отключить индикацию, звук и посмотреть ресурс-фильтр. У меня он составляет 100%, несмотря на то, что он уже немножко загрязнен. Просто пока еще он совсем новый, и ему работать и работать. Когда я слышал про двухуровневую систему фильтрации, я думал, что это что-то такое абстрактное и, может быть, даже маркетологическое. Но на самом деле нет. Здесь действительно есть несколько систем фильтрации, каждая из которых работает последовательно. На первом этапе установлена просто сетка. Это фильтр грубой очистки, который препятствует попаданию внутрь насекомых, тополейного пуха и просто мусора. На входе в сам прибор находится хепа-фильтр класса H13. Также можно установить опциональный комбинированный фильтр с активированным углем, эффективно справляющийся с запахами и вредными газами. По тому, сколько пыли у меня набралось на фильтре примерно за 2-3 недели использования, я понял, что он действительно работает. И это при том, что у меня довольно-таки чистый район. Вот это та сторона фильтра, которая находится с внутренней стороны, то есть воздух выходит с этой части. А вот это обратная сторона, которая обращена на улицу, то есть воздух здесь заходит. И вот столько пыли этот фильтр набрал примерно за 2-3 недели. Поменять фильтр можно. Стоит он недорого, меньше 1000 рублей, и делать это надо примерно раз в полгода. Если у вас очень грязный район, возможно, чаще. Но вот это вот действительно внушает уважение. То есть фильтр действительно работает и очищает воздух в помещении. Да и вообще я заметил, что пыли здесь стало намного меньше. Также в систему опционально можно установить нагревательный элемент. Ну, если вы это сделаете, посмотрите в инструкции, как его активировать. Делается это несложно, буквально в пару кликов, но процедуру провести нужно. Если вам устанавливают эту приточку, и мастер уже пришел с этим нагревательным элементом, попросите, чтобы он сам сделал это. Нагревательный элемент имеет мощность до 1000 Вт и позволяет использовать прибор даже при экстремально низких температурах до минус 40 градусов. Это делает устройство идеальным решением для регионов с суровым климатом. Если вы хотите обесточить приточку, то есть выключить ее из розетки или обесточить всю квартиру или весь дом, то приточку стоит сначала выключить, чтобы воздуховод закрылся специальным клапаном. В этом случае не будет ни сквозняка, ни тому подобного. То есть воздух с улицы никак не будет поступать в помещение через отверстие в стене, которое проделано, или через сам прибор. При этом не только плотно закрывается сама заслонка, но и корпус всей приточки имеет дополнительную термоизоляцию. То есть даже в лютую зиму, в лютый мороз никаких проблем не будет. Холод, дополнительный в помещение поступать не будет, и в помещении будет по-прежнему тепло. Ну, если вы, конечно, не откроете окно. Благодаря использованию инверторного DC-двигателя приточная система работает исключительно тихо. 7 скоростей вентилятора плюс турборежим для быстрого проветривания позволят подобрать оптимальный режим работы для любой ситуации. Также есть специальный ночной режим, в котором уровень шума не превышает 19 дБ, гарантируя спокойный сон. Так как приточка у меня установлена в детской комнате, уровень шума имеет для меня определяющее значение. И вот на минимальном уровне мощности ее можно услышать только если поднести вплотную ухо к корпусу прибора. В этом случае легкий шорох воздуха ты там услышишь. Но не более того, отойди буквально на шаг, и ее вообще не слышно. А определенный поток воздуха все равно есть, и в ночном режиме его хватает. Для того, чтобы создать дополнительную атмосферу уюта в доме, сюда встроены некоторые мелодии, как, например, шум леса, шум моря и тому подобное. Их можно либо включить, либо выключить в ручном режиме, либо завязать в автоматизацию. Собственно, так я и сделал. В тот момент, когда у меня ребенку нужно вставать, когда я прихожу его будить с утра, у меня здесь включаются птички, которые начинают петь, и тем самым позволяют ему полегче проснуться. И я заметил, будить его по утрам стало действительно легче. При всех своих преимуществах, базовая модель BALU One Air ASP100 доступна по цене 31 990 рублей, что делает ее выгодным приобретением для тех, кто ценит качество воздуха и комфорт в своем доме или офисе. А теперь про неочевидную вещь. Кондиционер зимой. Казалось бы, абсурд, но нет. Выше я уже сказал о том, что установка кондиционера в межсезонье имеет преимущество, потому что можно греть воздух. И это действительно так. Конечно, можно купить тепловые пушки и просто поставить их. Это будет намного дешевле, потому что они стоят от нескольких тысяч рублей. Но я имел дело с двумя тепловыми пушками, и обе спалили мне розетки. Да, у меня не самая новая проводка, и, возможно, это стало причиной, но все равно повторять этот опыт я не хочу, потому что это, ну, мягко говоря, небезопасно. К кондиционеру гораздо больше доверия, и поэтому я выбрал вот этот BALU iGreen Pro. Это инверторный кондиционер, который сочетает в себе передовые технологии и доступность классических моделей. На фоне рынка он действительно довольно недорогой, но это стильный и эффективный прибор, который предлагает пользователям все преимущества инверторной технологии по цене стандартной он-офф-системы. Главное преимущество этого кондиционера заключается в том, что он может точно поддерживать температуру в помещении, которую вы задали, чтобы вам было наиболее комфортно. Возможно, это благодаря тому, что инверторная технология позволяет плавно регулировать мощность компрессора, а не просто включать и выключать его. Именно поэтому температура будет создаваться максимально плавно, максимально плавно регулироваться, и она будет поддерживаться на том уровне, который вы выставите. Экономичность. Еще одна сильная сторона этой модели. По сравнению с классическими сплит-системами, у инверторной технологии есть свое преимущество, потому что не нужно постоянно включать и выключать компрессор, то есть нет постоянных скачков напряжения. И это очень позитивно сказывается на счетах за электроэнергию. Еще одним важным преимуществом инверторной технологии является сниженный уровень шума. Из-за того, что компрессор работает на постоянном токе, он работает намного тише. И это особенно важно, если вы хотите спокойно работать, не отвлекаясь на постоянный шум, или вешаете кондиционер где-нибудь в спальне, или просто в комнате, в которой вы отдыхаете. Но тут надо помнить, что и внешний блок будет работать более тихо. А это важно с точки зрения соседей. Если они спят с открытым окном, то ночью, когда становится тихо, количество машин меньше, деревья не так сильно шумят, вот в этот момент появляется такой шум, который их может очень сильно раздражать, и они вас буквально проклянут. Днем это не столь критично, потому что на улице в принципе шумно. Но ночью это действительно важно. Многие не задумываются об этом, ставят дешевые системы, и потом получают большое количество проблем. Инверторные технологии также снижают нагрузку на электросеть, за счет снижения пусковых токов. И особенно важно это в случае, если у вас старая проводка. Это позволит не только обезопасить саму проводку и продлить время службы кондиционера, то есть служить он вам будет дольше, но и положительно скажется на других устройствах, которые подключены к вашей домашней электрической сети, потому что скачки напряжения будут гораздо более несущественными. Особо стоит отметить высокоэффективную работу этого кондиционера зимой. Благодаря инверторной технологии он способен очень эффективно обогревать помещение, даже в условиях низких температур. А это может стать неплохой альтернативой традиционным источникам тепла, Дополнительные опции BALU iGrim Pro существенно расширяют его функциональность. Система 3D потока воздуха с возможностью управления вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта позволяет точно настроить направление воздушного потока или направить поток воздуха в определенное место. Я повесил его так, что он у меня висит на этой стене, а напротив него находится угол, в котором ничего не происходит. Мой рабочий стол находится там, диван здесь. И когда кондиционер работает, он создает здесь определенный воздушный мешок, такой прохладный, который позволяет равномерно охладить помещение. То есть, находясь на рабочем месте, я не переживаю, что меня продует. А это действительно большое преимущество. И, кстати, небольшой лайфхак. Если вы пользуетесь кондиционером, то, как правило, его надо устанавливать на 25-26 градусов. Устанавливать его на 21-22 градуса, как думают многие, потому что, мол, это комфортная температура, не стоит. В этом случае вам будет холодно, и вы можете не заметить того момента, когда вы просто заболеете. Да, есть, конечно, люди, которые устанавливают и на более низкую температуру. Мне рассказывали про человека, который устанавливает кондиционер всегда на 16 градусов. Так вот, к нему в помещение зайти просто невозможно, потому что там очень холодно. Но ему нормально, это его дело. Функция iFill использует датчик температуры, встроенный в пульт управления, который находится, по идее, всегда рядом с вами. Именно поэтому система может выстроить температуру так, чтобы комфортно было не рядом с кондиционером или под ним, а там, где находится пульт, то есть там, где находитесь вы. Это удобно, и это что-то типа такой даже функции умного дома в некотором роде. А еще, для тех, кто ценит современные технологии, предусмотрена возможность управления кондиционером через Wi-Fi. Но для этого надо приобрести дополнительный модуль за пару тысяч рублей. Установить его можно самому. В этом совершенно нет ничего сложного. Даже в инструкции написано, как это правильно сделать. Просто снимаете заглушку под основной крышкой кондиционера, подключаете модуль в разъем и выводите его наружу, устанавливая его под внешней крышкой кондиционера. Все очень просто. Но вы можете попросить сделать это тех, кто будет вам устанавливать кондиционер. Собственно, я всем рекомендую устанавливать этот модуль, потому что это очень важная функция. Во-первых, управлять кондиционером будет удобней. Во-вторых, можно будет задавать автоматизированные режимы. А в-третьих, это экономия энергии. То есть, например, вы возвращаетесь с работы, и где-то за 20-30 минут до своего прихода домой, через смартфон просто включаете его, приходите, и у вас прохладный воздух. И кондиционеру не надо для этого работать весь день. Кроме пульта и голосового управления, управлять кондиционером можно при помощи приложения. Запускаем его. Здесь мы его можем включить, и видим привычный, очень понятный, простой интерфейс. Сейчас включен авторежим, но мы можем включить режим, который нам нужен, другой. Выбираем, например, охлаждение. После этого мы можем регулировать температуру. Поставить ее на 19 или больше градусов. Здесь же можно включить нагрев. Можно выбрать еще другие режимы, включая осушение и вентиляцию, или автоматический. Здесь есть всякие сервисные режимы, настройка режимов работы, то есть, чтобы, например, он включался каждый день, когда вы приходите с работы, и ночной режим. И здесь же есть настройки, в которых мы можем поменять название устройства, помещение, название группы, проверить версию прошивки. В моем случае она установлена самая новая. Подсветку дисплея включить, чтобы отображались цифры или не отображались, чтобы, например, ночью было комфортнее им пользоваться. И проверить остальные параметры, например, состояние сети. Интерфейс простой, понятный и лаконичный. И здесь же мы можем изменять положение, в котором мы хотим, чтобы кондиционер дул. Особого внимания заслуживает пульт дистанционного управления с русскоязычными кнопками. То есть, вам не придется долго в нем разбираться, читать инструкцию и тому подобное. Все здесь очень понятно и нативно. Вы можете нажать на кнопку режима, кнопку изменения чего-либо, стрелками задать температуру или направление воздуха, которое вам нужно. А все информации выводятся на вот этот небольшой экран с подсветкой, на котором все отлично видно. Но еще раз, я рекомендую пользоваться именно Wi-Fi. Хотя, если вы планируете включить или выключить кондиционер, просто находясь рядом с ним, можно воспользоваться и пультом. Это будет такой дополнительный бонусный способ управления. И да, голосом управлять кондиционером тоже можно. Но через Алису. Сочетание инверторной технологии, стильного дизайна и доступной цены делает этот кондиционер отличным выбором для создания комфортного микроклимата в доме или офисе. Есть и более доступные модели, но у них хватает минусов в виде высокого шума, работа в режиме включена-выключена или слишком высокого энергопотребления. Есть и более дорогие модели, но, как правило, они нужны для больших помещений, каких-нибудь огромных open space и тому подобного. В обычном доме, в обычной квартире, чтобы охладить одну комнату, достаточно именно такой модели. Если вы хотите купить ее, чтобы она работала на всю квартиру и охлаждала все комнаты, так все равно не получится из-за сложности планировки, потому что воздух все равно будет скапливаться в одном помещении и переплачивать за обычные комнаты большого смысла нет. Что касается установки, то тут все немного сложнее, чем с приточкой. В моем случае пришлось вешать внешний блок на балкон, где нет нормальной внешней стенки. От внутреннего блока надо протянуть все коммуникации. В итоге установка заняла несколько часов. В обычных условиях это можно сделать за 2-3 часа. Но работой все равно должны заниматься профессионалы. Например, как в моем случае, когда я заказал и оборудование, и установку силами Росклимата. И это именно та особенность, которую я говорил в начале ролика, когда лучше все-таки покупать оборудование у того, у кого собираешься заказать установку. Ну или наоборот, заказывать установку у того, у кого купил оборудование. Потому что они будут максимально заинтересованы в том, чтобы все было сделано качественно на каждом этапе. Климатическая техника — это такая штука, о которой задумываются либо когда все жидкости в организме начинают закипать в жару, либо когда в сезон аллергии человек начинает просто мучиться и страдать от постоянного количества аллергенов в воздухе. И я пошел другим путем. Я установил ее в тот период, когда ни аллергенов нет, ни жары нет, мастера свободные, техника стоит относительно недорого, и при этом получил возможность обогрева помещений в межсезонный период, когда батареи еще не включили. Как бонус, когда будет жара, у меня уже все будет установлено, и я комфортно буду этим пользоваться. А в сезон аллергии у меня не будет лишнего повода подставить свое здоровье под удар аллергенов. Для меня это небольшая проблема, но те, кто сталкивался с этим, знают, о чем я говорю, и как сложно бывает, особенно если у тебя под окнами растут какие-нибудь цветы или березы, на которые у тебя аллергия. На этом у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете про климатическую технику. Возможно, вы пользовались чем-то из этих устройств, и можете о них что-то более подробно рассказать. Ну и, естественно, подписывайтесь на канал. Впереди у нас будут выходить новые видео, в которых мы расскажем что-нибудь интересное, какие-нибудь интересные обзоры, лайфхаки, советы, рекомендации. Ну и не забывайте про наши телеграм-чаты. Apple Insider, Android Insider и High News, где можно пообщаться с единомышленниками и задать интересующие вас вопросы. В том числе и нам, редакции этих сайтов. Ну а пока я с вами прощаюсь, и обязательно мы с вами скоро еще увидимся. У нас есть для вас кое-что интересное. Поэтому до новых встреч, и... Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok